Удары на 500-800 километров тыла России свидетельствуют, что у Украины есть дальнобойное высокоточное оружие. Об этом сказал военный эксперт Алексей Гетьман в эфире телемарафона. По его мнению, уже девять областей России были атакованы украинскими ППЛА. Отметим, официальных комментариев от украинской стороны нет. Это означает, что мы имеем дальнобойное высокоточное оружие, которое враг не может перехватывать на 100%, потому что если бы он мог, как он это рассказывает, то не горели бы нефтебазы. Гетьман заявил, что удары происходят по российским предприятиям, которые работают на военно-промышленный комплекс врага. И это законная цель, которую мы имеем право атаковать. Также он отметил, что враг выдыхается. Его хватит на такие мощные действия на линии фронта, как сейчас, еще максимум до конца этого месяца. Для того, чтобы ускорить его выдыхание, нам надо уничтожать нефтебазы, центры логистические. То есть уничтожать тыл, который подпитывает войска, которые ведут боевые действия на нуле. Отметим, в ночь на 13 марта беспилотники атаковали сразу три российских нефтеперерабатывающих завода. В Рязани, Хстово Нижегородской области и Киришах Ленинградской области. Атакованные НПЗ входят в топ-5 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Тем временем российское издание «Вёрстка» сообщало, что под потенциальным ударом украинских дронов находится более миллиона квадратных километров России. По подсчетам журналистов, с сентября 2023 года эта территория увеличилась более чем на 300 тысяч квадратных километров. В зоне поражения оказались в частности Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Ярославль. Так, дрон Камикадзе 20 сентября 2023 года впервые долетел до Сочи. Он попал в резервуар с топливом на базе Роснефти. А через два дня власти Туапсинского района также отчитались об уничтожении БПЛА на подлёте к Туапсе. В ночь на 18 января беспилотник впервые долетел до Петербурга. А в ночь на 31 января другой БПЛА упал возле завода Невский мазут. Петербург стал шестым городом-миллионником в зоне поражения. Ранее БПЛА долетали до Москвы, Воронежа, Ростова-на-Дону и Краснодара. Также в зоне поражения находится Волгоград. Кроме того, 29 января первый беспилотник свалился в Ярославле. Он пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод. 31 января БПЛА впервые долетели в Нижегородскую область. Сообщалось, что два дрона были перехвачены южнее города Кстова, примерно в 20 километрах от Нижнего Новгорода. Как подчеркивает Вёрстка, это место находится примерно в 800 километрах от ближней точки на неоккупированной территории Украины.